Техническое описание кода неисправности OBD2 – высокий уровень цепи управления приводом дроссельной заслонки B что это обозначает. Этот общий код неисправности трансмиссии, двигателя обычно применяется ко всем двигателям, оснащенным OBDII с электрическими приводами дроссельной заслонки, но чаще встречается на некоторых автомобилях Ford и Nissan. Привод дроссельной заслонки B, TAB обычно устанавливается на передней части двигателя, на верхней части двигателя, внутри колесных колодцев или на переборке, TAB управляется электрическим сигналом от модуля управления силовым агрегатом, PSM, PSM получает входные данные, чтобы определить, когда и как долго ему нужно работать с TAB. Эти входы представляют собой сигналы напряжения, полученные от температуры охлаждающей жидкости, температуры всасываемого воздуха, оборотов двигателя и датчиков давления в системе кондиционирования воздуха. Как только PSM получит эти входы, он может изменить сигнал на TAB, P210D обычно устанавливается из-за электрических проблем, цепь TAB, они не могут быть пропущены на этапе устранения неполадок, особенно при работе с неустойчивой проблемой. Действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа TAB и цвета проводов, соответствующие коды цепи управления двигателем дроссельной заслонки B, P210D и разрыв цепи управления исполнительным механизмом дроссельной заслонки B, P210B Привод дроссельной заслонки B, цепь управления двигателем диапазон, характеристики, P210S, низкий уровень цепи управления исполнительным механизмом дроссельной заслонки B, серьезность кода и симптомы, серьезность обычно серьезна из-за ее воздействия на систему охлаждения, поскольку обычно это электрический сбой, PSM не может полностью компенсировать это, частичная компенсация обычно означает, что двигатель имеет фиксированную скорость холостого хода, обычно около 1000-1200 оборотов. Мин, симптомами кода двигателя P210D могут быть, световой индикатор неисправности включен, фиксированная скорость холостого хода, невозможно ускорить двигатель, причины, обычно причины для установки этого кода, обрыв, цепи к приводу дроссельной заслонки, скорее всего, неисправность привода дроссельной заслонки, скорее всего, сбой PSM вряд ли, диагностические и ремонтные процедуры, хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля, ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики, затем найдите привод дроссельной заслонки B, TSB, на вашем конкретном автомобиле. Этот привод обычно устанавливается на передней части двигателя, на верхней части двигателя, внутри колесных колодцев или на переборке после обнаружения. Визуально осмотрите разъемы проводку, ищите царапины, протирку, оголенные провода, ожоги или расплавленный пластик, разъедините разъемы, тщательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъема, посмотрите, выглядят ли они сгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию. Используйте очиститель электрических контактов и пластиковую щетиную щетку, если требуется очистка клемм, дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в месте контакта клемм, если у вас есть диагностический прибор, удалите диагностические коды неисправности из памяти и проверьте, возвращается ли код P210D, если это не так, то, скорее всего, ваши проблемы связаны с соединениями, для этого кода это наиболее распространенная проблемная область, так же как и реле, соединение с реле, когда неисправность исполнительного механизма составляет около секунды, если код возвращается, нам нужно проверить привод и связанные с ним цепи, как правило, на каждом приводе дроссельной заслонки есть два провода, сначала отсоедините жгут, идущий к приводу дроссельной заслонки, с помощью цифрового вольтметра, DVO-M, подключите один вывод измерителя к одной клемме привода, подсоедините оставшийся провод измерительного прибора к другой клемме привода, он не должен быть открытым или замкнутым, Проверьте характеристики сопротивления для вашего конкретного автомобиля, если двигатель привода открыт или замкнут, бесконечное сопротивление или сопротивление отсутствует, 0 Ом, замените привод дроссельной заслонки, если этот тест пройден, с DVO-M, убедитесь, что у вас есть напряжение 12 вольт в цепи питания привода дроссельной заслонки, красный провод к цепи питания привода, черный провод к хорошему заземлению, с помощью диагностического прибора, который может активировать привод дроссельной заслонки, Включите привод дроссельной заслонки, если на приводе нет 12 вольт, отремонтируйте проводку от PSM или реле к приводу или, возможно, неисправный PSM, если все в порядке, убедитесь, что у вас хорошее заземление на приводе дроссельной заслонки, Подключите контрольную лампу к положительному полюсу батареи 12 вольт, красная клемма и прикоснитесь другим концом контрольной лампы к цепи заземления, идущей к заземлению цепи привода дроссельной заслонки, используя диагностический прибор для приведения в действие дроссельной заслонки, проверьте, включается ли контрольная лампа каждый раз, когда диагностический прибор приводит в действие исполнительный механизм, если контрольная лампа не загорается, это указывает на неисправность цепи Если он загорается, покачивайте жгут проводов, идущий к приводу, чтобы увидеть, мигает ли контрольная лампа, указывая на прерывистые соединения Если все предыдущие тесты пройдены и вы продолжаете получать P210D, это, скорее всего, будет указывать на неисправный привод дроссельной заслонки Хотя неисправный PSM нельзя исключать до тех пор, пока не будет заменен привод дроссельной заслонки Если вы не уверены, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту по диагностике автомобилей, PSM должны быть запрограммированы или откалиброваны для автомобиля для правильной установки